привет всем сегодня хочу записать небольшой ролик подробный про камеры которые у нас есть в магазине в основном это швальбы так как мы работаем и резиной и камеры фирмы швальбы так как некоторые еще и просили немножко рассказать про камеры про выборы я расскажу что знаю и что в основном надо смотреть и обращать внимание на камеры какие и так самое главное параметры у камеры это диаметр ширина тип вентиля ну и состав резины и так диаметр диаметр у нас здесь представлены сегодня у нас все есть от 12 камерой до 29 плюс но в основном в путешествиях и повседневной жизни используются основные это 26 данный момент это фэтбайк на фэтбайк также есть фэтбайк выглядит примерно как мотоциклетная камера вот такая это на 48 фэтбайк и дальше у нас идет 28 основные вот три это шоссейный камеры но они также применяются ребятами которые катают велопоходы байкпакингом то есть это гравл велосипед или циклокросс и цепляются сумки по всему велосипеду без багажника дальше идут основные 28 это на повседневный велосипед 622 диаметр потом идут швальбы сейчас выпускает как вы видите три размера в одной 29 28 и 27 5 то есть они подходят от 584 диаметра это он же 27 5 до 622 ну все понимают что 28 диаметр и 29 это абсолютно одинаковые обода а вот покрышки просто 29 идут более шире в основном и 29 плюс я покажу позже тоже идут уже совсем широкие вот здесь представлены два размера это вентиль данлопа и вентиль престо как его или велосипедный ниппель сейчас я не расскажу вот дальше идет фирма максис у нас большая есть тоже 27 5 плюс но облегченная 364 грамма continental вот дальше идет 27 5 плюс это уже ближе к фэтбайку в основном это фрирайд дальше идет у нас тоже 27 5 и с престой но более облегченный здесь идет уже чуть другой состав резины самой камеры и здесь у нас шредера вентиль и 29 плюс тоже самые большие 260 и 280 260 выглядит вот так резина двумки очень широкая 280 еще шире обратите внимание на велосипедный диск диаметром 220 миллиметров сейчас уже как катаются в основном еще и на таких уже дисков то есть 202 203 прошу прощения тоже назад ставится вот тоже такие диски 203 220 тонн уже распространяются фрирайде и на передних колеса передние тормоза и так далее идем у нас вентиля основные три типа вентиля это шредера он же автомобильный мотоциклетные это данлоп всеми нелюбимый дальше идет престо он же велосипедный и престо бывают совсем разных длин по моему она до 60 миллиметров то самое большое имеет поэтому у кого zip такие как у меня даже тоже колеса есть на них требуется удлинитель и я к сожалению с собой не взял он выкручиваю выкручивается отсюда золотник вкручивается удлинитель и в него уже вкручивается золотник для увеличения например у меня задний 808 zip и там требуется удлинитель далее все камеры бутиловые они же резиновые камеры вот но последнее время все за известные тпу камеры и не знаю что это за марка швальбу вроде не делают к это фирменные дорогие это на карбоновых колесах были человек не захотел потому что с ними проблема клеить и так далее ему вес не важен значит занимаясь спортом и отдал мне их 4 штуки я беру на соревнования с собой креплю на раму велосипеду на кросс-кантри очень классно не очень легкий вот это их самый главный плюс это легкий минимальное сопротивление качению и также пробиваемость ну не знаю это такой момент как бы в ю тубе много роликов пусть ребята делают тесты можно верить можно не верить вот я думаю что да действительно на более прочнее чем резина вот единственный ну не единственный а из минусов я бы отметил что она дорогая опять же в китае есть недорогие камеры но я бы еще посмотрел тесты если будут взять фирменные дорогие тпу камеры и китайских этих сравнить между собой если смысл переплачивать людям или нет тоже такой момент клеить ее надо спецнабором то есть не подойдет обычный клей с резиновой латкой те кто занимается туризмом прекрасно знают как клеятся палатки тенты коврики свободно два часа так что вот таким вот методом ну и тяжело ее найти это путешествие так далее ну с собой можно всегда кинуть чтобы была на запас в основном она применяется в спорте и есть один еще момент нюанс это очень тяжело найти где она прокололась если у вас прокол подпускает колесо клеить ее потом найти где отверстие довольно таки тяжело потому что ее нельзя накачать так как резиновую большую накачал мощно и видно где там прокол или губами чувствовать это довольно таки тяжело найти вот на ней я не буду застрять внимание я с ней мало катал единственная дадис она очень легкая по сравнению а насчет наката я не могу сказать наше давно в спорте на бескамерных колесах лучше чем бескамерные колеса я пока не могу найти что может еще лучше бы только накатистая резина карбоновые колеса и без камерка все дальше уже идти некуда пока не куда итак все камеры можно клеить вот таким набором они бывают разные но я советую именно этот у кого будет возможность применять именно его это фирма тип топ вот она прекрасно клеит у них клей очень хороший и очень классные качественные латки так что кому надо будет берите именно такой набор его в путешествие с собой брать можно не такой уж и дорогой но очень качественно клеит что касается в путешествие камеры то самое главное это брать с собой камеры определенного диаметра то есть вот универсальные камеры но если у вас например стоят покрышки на 37 дюймов 32 33 35 37 40 и 42 я бы советовал конечно лучше вот такой диаметр выбирать то есть коробки где написано именно 28 700 на 28 потому что это довольно таки толстая хоть и влезет но будет проблемы могут быть проблемы можно зажать покрышкой при бортировке сделать еще дырки поэтому 28 вот эти намного лучше что еще хотел сказать про камеры шваль бы они в основном все одинаковые только отличаются в вентилями вот но есть еще коробки где написано экстра лайт они бывают абсолютно на всех камерах на 28 29 и так далее это уже количество самой резины конечно не пробиваться будут быстрее чем обычные ну я бы подразделил бы все это подразделил бы на то чтобы тем кому надо спорт если вы хотите камеры идите уже в сторону тпу или без камерок кто идет в путешествие то конечно брать нормальной камеры не экстра лайт если на запаску брать то у меня всегда с собой вот такая камера но без коробки естественно это 28 диаметр и ниппель престо она же велосипедный потому что он заходит в любое ободное отверстие и сейчас новые идут ну не новые центрирующие такие гайки которые заходят в обод и центрирует ниппель в нем вентиль но не забывайте о том что при накачивании камеры никуда он не денется у вас и довольно таки это такой момент для без камерки это самая важная деталь я считаю а для обычных камер не так уж важно например марка куб который находится у нас здесь шонунгене буквально 15 километров от нас никогда их не ставит завода собирают велосипеды на всех кубах отсутствуют гайки видать не совсем это важно вот ну и я хотел бонус показать очень интересную камеру который мало кто видел фирмы рубена она выглядит вот так эта камера она не из круга как все круглые камеры она имеет запаянные концы с двух сторон фирма рубена и она ставится в любой опыт вы можете ее поставить в 26 вы можете ее поставить в 27 и 5 28 29 понятно 29 плюс 27 5 плюс она не подойдет но идеально чтобы ездить в путешествие особенно там когда вы ведете группу детей группу как я водил очень много там 15-20 человек у разные диаметры у ребят она идеально подходит вы можете доехать до дневки какой-то и потом уже ремонтировать велосипед вот так что если вам на запаску советую вот такие камеры с велосипедным ниппелем он же престо 28 диаметр если уже есть возможность то приобрести вот такие камеры хотя бы одну две штуки что было но это если вы вводите походы с кем-то то есть вы ответственный человек руководитель похода или помощник руководителя похода то это идеальный вариант для вас вот что хотел сказать вкратце о камерах извините что так долго будут вопросы пишите может что-то подсниму еще вот ну самое главное что хотел донести рассказал насчет пробиваемости камеры насчет некоторые спрашивают лучше continental maxis или микелин или шваль бы я не знаю абсолютно я не могу сказать я знаю что фирма кенда импакт и другие митос хуже резина чем конечно у максис шваль бы на ощупь есть резина кстати многие может даже знают что есть резина настолько плохого качества что на нее даже не клеятся латки это я уже встречал не раз какие-то непонятные ноунеймов скери камеры такое тоже бывает насчет наката я уже объяснил если это спорт то экстра лайт если поход обычные камеры если это байк пакинг то есть гравл или циклокросс это тпу камеры идеальное решение я считаю если спорт кросс кантри и все остальное тоже собой и и в карман ну естественно или лучше всего на крепить на раму велосипеда скотчем перемотал вырвал бумажным быстро поменял вот и это самое главное что хотел сказать всего доброго хорошего дня и на связи и